всем привет начинаем нашу тренировку как обычно в начале плюс они там если все в порядке меня видно слышно сейчас я убежусь что все хорошо не вещаю я впустую и будем начинать да вроде как трансляция пошла всем еще раз привет плюс они на всякий случай чтобы она пошла не только у меня но и у вас то влад корси плюсует да отлично спасибо давайте посмотрим что тут у нас есть хорошего интересного по вопросам база я как раз я так понимаю что последняя база это как бы вот это только дополненное да ну тогда последнюю и будем разбирать ну не вижу смысла тут разбирать две почти одинаковые базы если они одинаковые это глянул мельком вроде вот в этой просто чуть больше рук но если это так напиши будем разбирать ее есть видео я его тоже скачал и есть у нас раздачка алара давайте с раздачки начнем да и еще у нас есть еще одна база на разбор от от кого я не помню от солид покера так тоже я обещал ее разобрать на предыдущей тренировке которая была в среду обещал ему так что сделаем так давайте начнем с раздачи что тут у нас это у нас нл4 и так моя покер открывается какой-то парень с еп пен рейзы чего-то там но какой-то рек 3-бетит котов котов тоже рек 3-бет около 8 ну тут может быть чуть больше чуть меньше 7 8 что-то 3-бетит но нормально стандартно плюс минус и хиро 4-бетит но тут по вопросу насчет зря выбросил сейчас посмотрим сайзинг 4 бета или колем при флоп так а да 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 кстати да правильно говорит рус икс да еще была раздачка хорошо что напомнил обещал разобрать и сейчас разберем как раз таки да отлично нет мне здесь нравится как раз таки 4-бет чтобы не играть на ну во первых не всегда мы на послоп доберемся зачастую еще бы но если ты бы сыграешь колту то можно еще 4-бет получить не знаю что делать поэтому кол мне здесь не нравится мне нравится как раз 4-бет насчет когда получили пуш надо смотреть на оппонента то есть через 4-бет я бы играл сайзинг тут 21 не в позиции мне опять же нравится то есть пускаю оппонента будет сложная задача им не так приятно пушить когда ты еще меньше денег вложил и больше хочется заколировать с какими-то средними руками то есть мы тоже не против чтобы он завел тут колом какие-то туз даму одномастном какие-нибудь валета десятки вот который 3-бетнул или там король даму или чё там у него еще есть мы в позиции с ним поиграем с большим удовольствием насчет кола не кол сейчас посмотрим 4-бет 5-бет 2 процента на 2 процента я бы колил уже то есть тут в принципе денег уже в банк много вложено твои 20 бб а тут еще блайнды вот этот парень опенрейзил я думаю что тут ближе к колу если там был 5-бет вообще один процент то можно выкинуть или если какой-то тайтовый парень здесь вот ну тоже с узким 5-бетом во все это дело пихает тоже можно в принципе выкинуть то есть валета я бы в такой ситуации выкидывал дамы уже вот граничны дамы туз король одномастный уже надо думать колить или фолдить но 4-бет в любом случае мне нравится то есть я бы тут никакие руки особо в колд-кол тут это вот 3-бета не отправлял несмотря на то что у нас будет позиция все равно после лопа ну во-первых до постфлопа дожить надо еще вот опенрейзер может учета какой-то 4-бет нам всем поставить ну и во вторых на постфлопе с капнутым спектром нам будет тяжело играть потому что ну все понимают что если мы не 4-бет нулей во все это дело коллировали 3-бет то скорее всего у нас какие-то такие руки десятки валеты дамы какая-нибудь квинти одномастный бродвей что такое то есть тут все хорошо сыграно граничный фолд можно было и вколить ну собственно сам посчитал уже так давайте посмотрим еще раздачку обещались мы а да 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 помню эту раздачку смотрел тут десятки котов опенрейзит хиро его 3-бетит получили кол поставили конбет по флопу сыграли чек по терну и иверам вышла не очень приятная карта но если бы тут вышло что-то ниже валета ну как ниже валета наверное семерка шестерка хотя нет в принципе наверное любая карта ниже валета если вышло я бы подумал о том чтобы тоненько что-то попробовать волью бетнуть собрать него хотя тут конечно не очень приятная структура доски но тем не менее по валету конечно чек и оппонент нас ставят причем плотно и вопрос что делать давайте по вопросам если есть есть ли причина для ставки на флопе да есть давай посмотрим какая именно я думаю что тут ну пол пота тут тут будет либо тонкая вэлью либо вообще какая-то смешанная причина то есть частично кражи эквити частично вэлью давайте подумаем тут оппонент был где набат они у нас на катофе да ну пусть он на катофе как-то защитился ну я думаю плюс минус адекватно возможно у него тут какие-то еще будут иногда вот эти руки ну и наверное все наши десятки и доска девять восемь три достаточно связанная чем продолжит так или иначе ну понятно что то пару сильнее он продолжит восьмерку не выкинет а семерки шестерки я думаю что он тоже все эти пара не выкинет туз три тоже нет то есть я думаю никакое совпадение он тут не выкинет никакую карманку потому что он будет думать что у нас тут много бродвея много всего да сейчас разбор тоже посмотрим что еще тут будет колить ну и сд понятно гатшоты ну я думаю что как минимум половину таких гатшотов он заколит может даже больше однокарточных нету двухкарточные бэкдоры вот эти точно будет колить я думаю что да ну и вот эту руку двухкарточные бэкдоры с гатшотом тоже будет колить что еще просто из оверкарт ну может быть просто из оверкарт заколит ну туз король и туз дама не уверен что все но часть будет ну в принципе вот если ему задать достаточно широкий спектр кола ну опять же не сказать что прям какой то очень широкий 57 процентов он коллирует ну вот у нас 63 процента эквити то есть в принципе такой граничненький вэлью бэд получается то есть частично вэлью бэд частично если он начинает выкидывать шире но у нас есть кражи эквити мы выбиваем оверкарты так что тут у нас по статам на оппонента ну это рек надо было с этого кстати говоря начать опенрейс скотов 22 ну чуть уже будет но не критично все равно на эти руки повыкидывает фолт на 3 бет ну тут сложно сказать с мп 25 скотов 59 я думаю что будет что то среднее вот примерно такое как вот светится общее что нить там 40 45 50 то есть спектр примерно такое будет что еще мы про него видим фолд на кантбет низкий то есть может даже будет еще меньше он выкидывать ну и довольно агрессивно что тут в пропущенные кантбеты ставят давайте посмотрим разбор спектропы на окей да по статам задали 22 процента возможно он будет чуть шире хотя не факт все таки выборка на 10 тысяч раздачи все таки окей наверное такое будет ну единственное что мы не можем сказать точно что он открывает да может он открывает каких-то тузов или там королей а мелкие карманки не открывает или там еще что то может быть у него вот этих тузов частично нет допустим а он вот эти открывает туз 9 туз 8 то есть это мы сказать не можем но в целом да задали какой-то спектр окей да 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 согласен согласен с этим оппонент здесь к сожалению я не вижу а это у нас префлоп уводим тузы королей которые туда мы все это он 4 бете да согласен спектр продолжение 62 ну да да тут ты задал ему чуть по уже спектр кола как я понимаю но в целом да похоже на правду то есть он достаточно широко продолжает и и